Долгожданные выходные для горожан праздник, а для инспекторов дорожного движения наиболее напряженные рабочие дни. В минувшую пятницу дорожные полицейские, как всегда, патрулировали Ивановские улицы. Основная задача – выявить водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Уйдет 111. Почта победа без прошествия. Нетрезвых водителей на пути следования патруля не встретилось, зато попадались другие нарушители. А кто является водителем данного транспортного средства? Вы? Областной ГАИ, капитан Сколяров. Будьте добры, ваши документы. Посмотрим. У нас, видите, в чем дело. Здесь знак остановки запрещена. То есть транспортное средство здесь ставить нельзя. Понимаете? То есть надо было чуть-чуть подачу. Видите, как такси стоит у нас? Ну да, вот, видите, стрелочка как раз указывает вниз. Значит, вы даже знак аварийной остановки выставите, обозначите свое транспортное средство. Девушка пыталась объяснить инспектору. Припарковалась буквально на минутку. Якобы больше места для остановки не было. При этом свободная противоположная сторона дороги, где запрещающего знака нет, ее нисколько не смутила. От наказания водительницу не избавили ни просьбы. Если я вас отпущу на время или встречу с вами попозже, это будет нарушение законности с моей стороны. Понимаете? То есть в любом случае надо составить восстановление. Это будет быстро. Действительно, вы буквально займет 4-5 минуток, поедете дальше. А предупреждение, к сожалению, за данное нарушение не предусмотрено. Не даже весткие причины, которые она пыталась называть инспектору. Нас там реально ждут парни. Что сейчас, такси вызывать, что ли? Да не надо такси вызывать. Буквально вас на 5 минут задержим. Сейчас лету. Ну не смешно уже, правда. Нет, я над вами не смеюсь. Я просто доброжелательно с вами разговариваю. Действительно. Полицейские составили постановление и только после этого девушки смогли ехать по своим важным делам. Вообще, признаются инспекторы, в выходные, когда автолюбители освобождаются от рабочей рутины, они и на дороге чувствуют себя развязней. Так что нарушений фиксируется гораздо больше. Здесь и превышение скорости, и проезд на красные и грязные номера. У вас новый батальон ДПС, капитан Скляров. Ваши документы, будьте добры. А что нарушений? У вас задний ГОС номер, нечитаемый. А я сейчас из Москвы еду, в принципе. Ну я понимаю, у вас номер сухой. При въезде в черту города вы должны остановить свой автомобиль и устранить. Ну давайте проверим ваши документы. Если устраните на месте данное нарушение, то, соответственно, сделаем устное предупреждение и проследуйте дальше. А тем временем, пока патруль следит за порядком на основных городских дорогах, большинство экипажей собрались на улице Карла Маркса. На сегодняшнем профилактическом мероприятии мы проводим уже не в первый раз. Данное мероприятие проводится как минимум два раза в месяц. Цель этого мероприятия – выявить водителей, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Помимо всего прочего, являются еще и другие нарушения, которые могут повлечь дорожного происшествия. Механизм проверки прост. Порядка десяти инспекторов выборочно останавливают автомобили из потока. И проверяют документы водителей. В этот вечер самым популярным нарушением стал непристегнутый ремень безопасности. Многие водители попались на тонировки. Я вас супа там. Вы сейчас нарушаете закон Российской Федерации. При проверке специальным прибором выяснилось, что закон нарушает сам водитель. Цветопропускная способность стекол его машины – 0%. Далее автовладелец по закону поедет уже без регистрационных номеров. И получит их лишь тогда, когда растонируется. Всего за время рейда были проверены более 300 водителей. Выявлены 50 административных нарушений. Задержаны один автолюбитель в нетрезвом состоянии. Трое – без прав управления транспортным средством. Сотрудники ГИБДД уверяют – все нарушители получат по заслугам. Наталья Романова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.